Здравствуйте! Совсем недавно в ходе проведения массовых мероприятий сотрудники госавтоинспекции выявили нетрезвого водителя, но пьян он был не от вина, а от наркотиков. Какие именно запрещенные вещества употребил мужчина, прежде чем сесть за руль, разберутся полицейские. Но сам факт употребления, признаться, очень обеспокоил. Ведь бывали подобные случаи и раньше. А сколько еще жителей Мордовии пробуют или уже употребляют наркотики? Откуда они их берут? И зачем им это надо? Какова в целом наркоситуация в регионе? На эти и другие вопросы по теме в программе «Общественная безопасность» ответит наш гость, начальник отделения управления по контролю за оборотом наркотиков Республиканского МВД Ильдар Пугаев. Здравствуйте, Ильдар Шамилевич! Здравствуйте! Хранение, сбыт, употребление наркотиков на территории нашей страны под запретом. И тем не менее, почему-то наркопреступления все равно происходят и совершаются. Какова наркоситуация в Республике Мордовии? Наркоситуация в Республике Мордовия, в целом, как и за последние предыдущие годы, остается стабильной. Существенное влияние на нее оказывает так называемое распространение синтетических наркотиков, которые, как правило, происходят дистанционно, с использованием современных средств интернета. Также влияние могут оказать сезонные, так называемые сезонные наркотики. Если взять последний месяц, январь, то уже за январь месяц текущего года выявлено 41 преступление и из незаконного оборота изъято 2,5 килограмма подконтрольных веществ. Если брать в целом 23-й год, то в целом за год изъято из незаконного оборота 38 килограмм подконтрольных веществ, что более чем в два раза превышает 22-й год. Количество выявленных преступлений также выявлено на треть больше. Пресечены действия 26 межрегиональных каналов поставки в республику подконтрольных веществ. Также пресечена деятельность 21 межрегиональной преступной группы. Работа в этом направлении ведется и будет продолжаться и наращиваться. Мы сейчас назвали цифры, а вот как нам понять, много это или мало это? Если брать Приволжский федеральный округ, то мы выглядим достаточно хорошо на их фоне. У нас непосредственно вовлеченность населения в совершение преступлений ниже, чем в целом ПФО и по России. Бытует такое мнение, что есть наркотики легкие растительные и есть наркотики тяжелые синтетические. Вот при раскрытии преступлений, при задержании правонарушителей, это каким-то образом учитывается? Здесь существует такое понятие, как размер. То есть это вес, установленный правительством Российской Федерации. Существует значительный крупный и особо крупный размер. Для каждого вида наркотического средства он разный, зависит от доли грамма и так далее. И соответственно, ответственность за незаконный оборот, за размер вещества, изъятого из незаконного оборота, он всех разный. Если он не превышает значительного размера, то лицо, независимо от количества, привлекается к административной ответственности. Если же значительный ущерб и крупный, особо крупный, то уже наступает уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. Пожизненного лишения свободы? Это в каких же объемах нужно хранить или сбывать наркотические средства? Речь идет о десятках килограмм. В республике Мордовия бывали такие случаи? По жизненному заключению пока еще никого не осуждали. В республике нередки случаи, когда приезжают иногородние граждане, которые делают здесь закладки с целью сбыта наркотических средств. С чем это связано? Почему так облюбовали нашу республику? Данная ситуация характерна не только для республики Мордовия. Жители других регионов также приезжают не только на территорию республики Мордовия, а совершают на месте проживания и так называемые гастролируют по России. Есть и уроженцы Приволжско-федерального округа, Краснодарского края, Свердловской области, которые к нам приезжают, были задержаны. Есть и ближнего, так сказать, зарубежья стран СНГ были преступники. Данная ситуация характерна для всех субъектов Российской Федерации, то есть Мордовия не исключение. Одно из последних, наверное, задержаний, это житель, по-моему, Нижегородской области. Был задержанный житель Санкт-Петербурга, который тоже пытался здесь наладить такой криминальный бизнес. Не могли бы вы об этих происшествиях немножко подробнее рассказать? Как обнаруживались эти преступники? Работа проводилась как бы оперативно-техническая в отношении данных граждан. И, соответственно, по приезду на месте хранения закладок, распространения их, они были задержаны. В части хотел остановиться на случае одном, где семейные пары, Чебоксар, сначала работали у себя в регионе, но потом приехали в Республику Мордовию. То есть также на сайте они заказали большую партию, забрали ее, приехали в Республику Мордовию, чтобы ее по частям разложить по закладкам. Соответственно, также они на месте преступления были задержаны. Задержаны. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие еще не окончено. Они взяты под стражу. Сам факт того, что семейная пара, непосредственно один супруг вовлек в употребление незаконные наркотики. Впоследствии необходимо было им дальше приобретать, денежные средства отсутствовали, и они из потребителей превратились в избытчиков. И плюс еще остались потребителями. Естественно, да. И остались потребителями, что впоследствии их изгубило. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы. Это ведь были молодые люди, насколько я понимаю? Молодые девушки были, насколько я помню. 18-19 лет. Мужчине 23. Вся жизнь впереди. Казалось бы, живите, радуйтесь, да, учитесь, работайте, развивайтесь. И тут получается вся жизнь под откос. Ведь наверняка им грозит уголовная ответственность, им грозит нахождение в исправительной колонии. Совершенно верно. И выйдут они уже не скоро. Если получить по максимуму, то возраст этот будет уже, можно сказать, вся молодость пройдет. В местах лишения свободы и жизни прожится уже за решеткой. Что показывает практика сотрудников органов внутренних дел? На территории республики какие наркотики большей частью распространяются? Здесь больше идет про синтетические наркотики речь. Но есть еще так называемые сезонные наркотики, такие как макокнопля, которые, в принципе, климатические условия республики позволяют ее выращивать. Есть и дикорастущие наркотики. Управлением совместно с территориальными органами проводится работа в весенне-летний-осенний период по выявлению очагов произрастания данных наркотиков и их ликвидации. Собственникам земельных участков вносится предписание об их уничтожении. А в случае, если не принимаются меры собственникам, то данные граждане привлекаются к административной ответственности. Нередко у нас встречается такая информация при задержании какого-либо потребителя марихуаны той же самой. И звучит такая фраза, что якобы шел по полю, случайно нашел участок, где растет дикорастущая конопля. Насколько эти слова верны, насколько они правдивы? Действительно может дикорастущая конопля случайно вырасти и содержать те же самые наркотические средства? Дикорастущая конопля у нас произрастает. 25 очагов было в 2023 году выявлено. Принято мер к их уничтожению. Собственникам земельных участков внесены соответствующие представления. Они были уничтожены. Но он как сорняк произрастает в одном месте, в другом месте. Также меры принимаются, выявляются очаги, уничтожаются. В ходе проведения мероприятий в отношении данных потребителей проводятся следственные действия, такие как осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, где лицу предлагается показать непосредственно, где он нашел, так сказать, этот дикорастущий куст. У нас встречаются еще такие умельцы, которые заказывают семена, опять-таки, на площадке интернет, и выращивают в домашних условиях, то есть в квартире наркосодержащие растения. Откуда они берут? Насколько в свободной продаже находятся эти семена? И что условия настолько просты для ее произрастания? Семена, поскольку они не содержат наркотические средства, они находятся в свободной продаже. То есть только выросшие растения уже содержат в себе наркосодержащие вещества. Поэтому как бы запретить их оборот в настоящее время не представляется возможным. А для выращивания, да, люди используют различные лампы, парники. Такие факты выявлялись. В прошлом году даже выявлялось культирование, так сказать, грибов, содержащих контрольные вещества. Что только не употребляют люди для своего, собственно говоря, вреда. Но у меня вопрос еще по маку. Ведь мак это такой красивый, великолепный цветок в действительности. И очень часто ведь в сельской местности, в полисадниках его выращивают. Это тоже считается наркосодержащие растения? И за это тоже можно понести наказание? Совершенно верно. Мак содержит в себе наркотические вещества. И как бы выращивание их запрещено. Даже просто для красоты? Даже просто для красоты. Следует, наверное, выращивать так же, как и конопля. Мак имеет, наверное, несколько сортов, где не содержит наркотиков. То есть есть все-таки какой-то вид мака, который такой же красивый, прекрасный, великолепный, но который не является наркосодержащим растением. Совершенно верно. Да, и у нас на территории Мордовии, в Ковылкинском и Ленинсарском районе, есть непосредственно организации, которые занимаются производством технической конопли. Она не содержит в себе наркотических веществ. Наркоманы, они, наверное, разбираются во всех этих видах растений, да? На вид она, в принципе, практически одинаковая. Как же они потом все это узнают? Вероятно, попробовав. Методом проб и ошибок. Еще такое мнение существует, что от легких растительных, так называемых легких растительных наркотиков, нет никакого вреда. И самое главное, нет никакой привыкаемости. Насколько верно это утверждение? Зависимость от потребления наркотического вещества может возникнуть уже после первого потребления. Любого наркотика? Любого наркотика, да. Здесь уже речь идет о организме, состоянии здоровья. Поэтому разницы никакой нет. Желаю подзаработать очень многие студенты, наверное, чаще. Ищут себе работу, подыскивают работу курьером. В том числе курьером, в качестве закладчика. Как бы нам обезопасить этих людей? Как им рассказать о том, что это не та работа, которую нужно себе взять для дополнительного заработка? Профилактическая работа управлением проводится на постоянной основе. Сотрудники управления посещают учебные заведения. Начиная со школ, выше учебные заведения. Где до учащихся и студентов доводится информация о всей негативной этой ситуации, о последствиях, об уголовной ответственности за распространение наркотиков, их употребление. Непосредственно ребятам доводится информация о том, что не следует посещать какие-то сомнительные сайты, переходить по поступившим на телефон ссылкам. Соответственно, мы предостерегаем наше молодое поколение от необдуманных поступков. Какова ответственность за употребление и за распространение? Если за употребление непосредственно, когда гражданин, после его свидетельствования установлено состояние его наркотическое опьянение, то данное лицо привлекается к административной ответственности. Здесь речь идет об административной ответственности, штраф либо административный арест. Если административный штраф от 4 до 5 тысяч, то административный арест до 15 суток непосредственно за распространение наркотиков. Здесь уже речь идет о тяжком преступлении. То есть распространение – это более тяжкое преступление? Да, то есть сбыт наркотиков – это тяжкое преступление. Все зависит от обстоятельств его совершения, размера изъятого из оборота вещества. То есть непосредственно совершение преступления в составе группы по предварительному сговору, либо совершенные в составе организованной преступной группы. То есть и сроки там уже наступают, как я уже сказал ранее, до пожизненного лишения свободы. Если говорить о распространителях, о сбытчиках, это понятно. То есть люди хотят много денег сразу и желательно не особо напрягаясь, независимо от того, что они прекрасно понимают, что занимаются криминальным бизнесом. Правильно ведь? Совершенно верно. А что говорят люди, которые потребляют? Зачем? Цели у всех разные в зависимости. Ну, если потребитель, то потребители, как правило, хотят выйти от каких-либо жизненных проблемных ситуаций. То есть найти якобы утешение. А на самом деле вместо утешения, вместо ухода от проблем возникают новые проблемы со здоровьем, с законом. И они создают проблемы как для себя, так и для своих близких. Если речь идет о заработке сбытчиков, то это просто жажда наживы. Чтобы не выбрать вот этот способ ухода от проблем с помощью каких-то дурманищих средств. Вот что можно посоветовать людям? Ведь каждый из нас оказывается в сложных жизненных ситуациях. Правильно? У каждого из нас в жизни достаточно каких-то проблем, да, которые мы решаем. Каких-то жизненных ситуаций, которые мы переживаем. Вот что можно посоветовать людям, чтобы не скатиться вот к дурману? Ну, здесь можно предложить спорт, досуг, хобби, проведение совместных мероприятий с близкими, с семьей, которые умиротворит их. Профилактические мероприятия, которые проводит наркоконтроль, они направлены на какой возраст? Профилактические мероприятия, ну, как правило, начиная со школы, это с седьмой, восьмой классы, ну и заканчивая уже выпускниками университетов. То есть школьники, в принципе, они уже понимают эту тему, они знают, что это такое? Ну да, все являются пользователями интернета, и никто от этого как бы не защищен. Наркоконтроль регулярно проверяет какие-либо организации предприятия, так ли это? Совершенно верно. В текущем году запланировано 13 таких проверок, медучреждений, как правило, которые в своей работе используют подконтрольные вещества, прекурсоры. То есть непосредственно проверяются остатки, наличие, на их соответствие, чтобы не было утечек на сторону. Да, здесь мы, наверное, должны оговориться и сказать о том, что сейчас мы говорим про незаконный оборот наркотиков, да, и употребление незаконное, а не по медицинским показаниям. Как таковой наркотик эти медицинские учреждения как бы не используют. У них есть прекурсоры, и здесь идет проверка именно легального их оборота в избежании их утраты, утечек, хищений. Раскаиваются ли задержанные правонарушители? Что распространители, что потребители? Все раскаиваются. Спасибо вам большое, Эльдар Ишамильевич, за такую очень плодотворную, насыщенную беседу. Вам всего хорошего. До свидания. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!